привет всем с вами григорий мы находимся в южной финляндии столичном регионе и сегодня я собрался в лес собирать грибы сейчас финляндии активно идет сбор грибов урожай и сегодня такое маленькое видео я хочу поснимать показать вам какие грибы я сегодня смогу найти один из грибов я уже нашел вот такой вот под березовичек хочу показать будем собирать дальше он оказался червивый я его решил не брать до белая часть у него чистая но губка червивая в общем я его забраковал ножка тоже у него червила решил здесь немножко пройтись посмотреть грибочки может что-то я смогу здесь на скрести что-то здесь не видно ничего будем идти дальше искать такой муравейник большой здесь о какой огромный вот такой красивый финский лес здесь я хочу искать грибы смотрим найду я сегодня что-то мне хотя бы немножко на на зажарку и как сказать на на жаровку как говорят правильно но думаю что что-то я здесь еще найду нашел вот сыроежки но не в таком плачевном дряхлом состоянии что наверное здесь только можно отсюда воды попить если кто жаждет собирать их нет смысла они раздавятся и финляндии сейчас очень много черники посмотрите какая красота сейчас шел дождик я немножко промок сейчас такое дождливое время у нас столичном регионе почти каждый день обещают дожди так такая красота вообще черники балом вообще просто собирай не хочу называется хотелось показать мой транспорт еще вам это xiaomi м365 всем известный надежный конь ну этого пробег еще на 1 меньше тысячи километров пока и у меня он где-то уже на года четыре примерно я думаю хороший аппарат шел еще один подберезовик вот такой думаю что нет смысла его брать он уже не очень хорошего состояния по моему виду так что я не буду его брать шел вот такого подосиновика здесь еще один сидит я их вот так выковыриваю с корнями кто-то говорит надо срезать кто-то говорит надо их выкручивать но я так понял что вот так вот можно собирать никаких проблем нет потому что у них грибница она внутри находится под землей и еще никакого урона для них не будет еще видел какие-то грибы такие что это за грибы какие-то поганки которые нельзя есть такие грибы думаю что они несъедобные да какие-то несъедобные по ходу надо вытереть руки вдруг они ядовитые этот обратно воткнул так вот так все садил обратно я не знаю кто знает это съедобные грибы или нет покажу вам напишите потом в комментариях мне кажется они не съедобные такого под березовика нашел нормальный да еще здесь есть такая волнушечка волнушки я не буду собирать не тот сорт грибов для меня поэтому остается волнушка жить дальше какой-то гриб еще нашел скорее всего его можно прямо сырым есть я думаю даже сейчас мы его да не шучу такие грибы наверняка поганки какие-то еще какой-то есть гриб то наверно сыроежка сыроежки не особо хочу собирать моей моим приоритетом являются под березовики подосиновики и белые грибы и еще лисички здесь я пока их не пробираться сейчас хочу здесь еще место одно смотреть видите как здесь все это палками завалено посмотрим здесь здесь мертвая лисичка уже умирающими что тут еще есть ну что то здесь не густо совсем не густо то вроде бы лес неплохой какая-то и такие грибы я не знаю что это такое ребята но это не лисичка однозначно вот она выглядит здесь их много что это за грибы можно их собирать нельзя кто разбирается в грибах это не маслята знаю что это такое в общем мои грибов здесь нету не видно как тропа но это может быть животных тропа такая вот здесь что я нарвался на удачу замечательные смотрите как они выглядят вообще замечательные грибочки замечательные подосиновички 4 штучки 4 братца из ларца одинаковые с головы и с лица еще наскрябал здесь вот таких вот два подберезовика ну не знаю насколько они живые как там с червями ну дома будет видно не буду их ковырять сейчас а так если что у нас довольно в столе личном регионе ну вообще в южной финляндии довольно много клещей энцефалитных ну и вообще клещей вот таких но я в прошлом году прошел две вакцинации от клещей по идее у меня еще якобы там есть какая-то защита в этом году если я сделал еще одну вакцину то приму или как сказать ну вы поняли то у меня будет по моему на три года говорят 2 первых идет на один год а еще одну через год делает что уже вроде бы говорят что на три года она работает тогда шел шел и нашел смотрите какие шикарные грибы я таких не видел ребята вот это вот мой палец и вот эта ножка подосиновик смотри какая толстая ножка а вот там еще один такой сидит сейчас я вам покажу его это просто бесподобно смотрите какие огромные вот мой палец вот ножка гриба вообще я таких толстых не видел вот это подосиновики зацените поставьте нравчика за такие грибы в фильме еще раз покажу вам замечательный грибок вот такой еще здесь пролазить немножко здесь по ходу со времен войны остались какие-то укрепления видите бревна вот так наложены там квадрат какой-то такой яма большая такая такое место ну здесь я грибов чего-то не вижу но интересное место нашел в лесу такую скобу кто-то повесил на дерево сейчас с той стороны маленькое такое поле и дальше лес там туда вот такой звук шел кого-то там медведь какой-то рычал вообще думаю о я вот там видят когда он показывал там видел какое-то животное вылезло из леса сейчас не видно его увидеть что это такое чупакабра какая-то что ли хотя я в эту чушь не верю там реально было какое-то светлое такое коричневое животное она там бегает она там была в той стороне вот там стояло я вижу что это такое вообще я не знаю слышать Сушили вы или нет, но реально, когда-то, что это было. Нашел вот такие грибочки. Не знаю, съедобные, несъедобные они. Интересные такие. Целое поле, полянка такая. Наверное, такие съешь, и потом весело станет. Домой не захочется идти. Поэтому мне все-таки хочется дома быть. Поэтому я их не буду есть. Такой вот лес здесь. Хотел показать вам. Я сегодня, конечно, услышал такие звуки, которых я раньше не слышал. Животное было похоже на какую-то косулю, но звук такой был непонятный вообще. Жалко, что я не увидел. Только издалека, со стороны, было видно его. Вот такая вот история. Сейчас еще поеду в другое место. Просто здесь, походу, нету в лесу таких грибов особо. Надо будет поехать еще в другое место, съездить, посмотреть там грибы. Нашел сыроежку такую, но брать ее не буду. Не знаю, что-то мне как-то не хочется. Буду брать только такие элитные грибы для меня. Кто-то повесил здесь домик для птиц. Смотрите, какого замечательного рыжика я нашел. Красотища. Еще бы таких найти бы, а. Такой вот, такой нашел под осиной, походу. Не знаю, живой он, не живой. Что-то шляпка, конечно, мягкая. Ну, посмотрю, домой возьму там уже. Разгляди. Что, на этом я буду заканчивать это видео с походом за грибами. Сейчас покажу вам, сколько грибов я насобирал. Ну, в пакет покажу вам, засуну камеру и посмотрите, что за грибы мы собрали. Так, вот такой вот грибной улов у нас сегодня получился. Ну, не знаю, сколько из этого грибов пойдет в мусор, а сколько пойдет для питания. Посмотрим. На этом все. На этом все. Пишите ваши комментарии, ставьте нравчика, кому понравилось такое видео. И увидимся уже в следующем видео. Да, кстати, хочу вам посоветовать посмотреть мое видео. Не знаю, вышло оно уже на данный момент или нет. Посмотреть видео о расходах в Финляндии. Сколько денег я трачу на жизнь в Финляндии каждый месяц. Там и аренда жилья, и питание, сколько стоит, сколько я плачу за питание. И другие расходы все. Автомобили и тому подобное. Так что заходите на канал и смотрите это видео также. Все. До следующего видео. С вами был Григорий. И все, пока.